Приветствую вас, дорогие друзья, святые, божие! Примите приветствие с Аляски. Мы приехали посетить наших родственников, побыть в общении, прославить вместе Господа. На Аляске я несу служение, а также служение пастыря, а также в Союзе ХВЕ Америки епископское служение. Также приветствует вас Адам Семенович Бондарук и Сергей Сергеевич Хомич. Друзья, имея привилегию, так как Давид говорит, что к святым и дивным, которые на земле, к ним все желание моем, то поэтому неважно местоположение, место общения, а неважно, где находится дислокация нашего общения, важно то, что есть те, которые хотят видеть Господа. Вы помните, однажды пришли к ученикам Елены и говорят, мы хотим видеть Иисуса. Есть те, которые любят Господа, желают иметь с Ним общение, и эти люди всегда соединяют или вливаются в то чудное общение, которое называется екклесия, то есть церковь. Церковь – это собрание святых, ожидающих дня пришествия Иисуса Христа, или, иначе говоря, своего восхищения. Друзья, поэтому благослови нас, Господь! Мы пели сейчас о том, что дай Господь мне понять тайну вечной любви. Я думаю, что одну из тайн на земле церковь сегодня возвещает. Это воспоминание смерти и страданий Иисуса Христа. Давайте мы посмотрим, друзья, на то, где мы были и кем мы стали теперь. Слово Божье дает нам ясно понять, что грех всегда убивает, второе – ранит, грех ввергает в тьму, грех уничтожает. Что же делает Слово Божье? Слово Божье исцеляет, воскрешает, Слово Господне поднимает падших, Слово Господне дарит жизнь, за что слава и хвала нашему Богу. Поэтому наше отношение к Слову Божьему должно быть принципиально важным. Это Слово, которое сказал Бог, для того, чтобы нам иметь жизнь, обетование и прощение. Кстати, от бытия до откровения более 30 тысяч обетований, то есть то, что обещал Бог. И мы верим, что ни одно обещание, которое было произнесено Господом, не пройдет незамеченным и неисполненным. И одно из обещаний, которые ожидает Церковь, это восхищение наше с вами от этой земли. Об этом мы, друзья, сегодня возвещаем, всегда, всякий раз, когда мы участвуем в служении воспоминаниям. Ученые вывели формулу, что для того, чтобы жить на земле, или чтобы жизнь на земле протекала и существовала, необходимо четыре важных элемента. Это вода, это хлеб, это воздух и свет. Что же говорит нам Библия? Христос сказал, друзья, что «Я живая вода». Евангелие Иоанна, 4 глава, а в беседе с Самарянкой Христос сказал, «Воду, которую я дам, от этой воды уже никто жаждать вовек не будет, и за это слава нашему Богу». Второе – Дух дышит где хочет, поэтому, имея Дух Святой в нас, мы имеем дыхание жизни, дыхание неба, и за это слава Богу. Третье – Христос сказал, «Я хлеб, сошедший с небес, всякий едущий этот хлеб жить будет мною». И четвертое – Христос говорит о себе Евангелие, Иоанна написана, 1 глава, 9 стих, «Я свет миру». Итак, друзья, имея все необходимое для того, чтобы встретить Господа во славе, мы ожидаем, первое, когда при наступлении Божьего дня прозвучит труба Архангела, голос с неба, «Умершие воскреснут, и мы их не предупредим». Павел говорит, «Оставшиеся в живых мы изменимся во мгновение ока, и так всегда с Господом будем». Это одно из очень важных обетований, которые церковь должна исповедовать, помнить, возвещать, говорить и к этому приготавливаться. Поэтому воспоминание вечерей является одним из очень важных компонентов исполнения этого повеления и заповедей, о чем сказал Христос, и апостол Павел записал в первом послании к Римской церкви, 11 главою. Это делайте только, когда будете пить в мое воспоминание. Давайте мы, друзья, обратим внимание на ту тайну, о которой мы сегодня пели. Мы откроем послание, или, извиняюсь, книгу пророка Исаии. 53 глава, 4 стих и ниже. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был презираем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его, то есть его происхождение, кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых за преступления народа моего, претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он увидит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Итак, по вдохновению от Господа, от Духа Божьего, пророк Старого Завета Исайя, который с 6 главы, мы читаем, начал совершенно радикально новое служение. До 6 главы мы читаем, что Исайя пророчествовал, Исайя был в уделе Господнем и был трубою Божьей, но когда он увидел и лицезрел славу неба Серафима, в которой закрывали свои глаза, закрывали свои ноги и летали или находились в присутствии Господнем, то увидев эту славу, Исайя сказал, «Горе я, я погиб, я человек грешный». Заметьте, друзья, что Исайя увидел нечто то, что его возмутило, что его вдохновило в то же самое время в какой-то мере и осудило его. С 6 главы мы читаем, что пророк Исайя имел особое служение быть трубою в Старом Завете, возвещать первое волю Божью, предостерегать, звать, приглашать и исповедовать то, что Бог вложил в его уста. Итак, Исайя в этом тексте говорит о том, что произошло и было в глубине Божьей тайны замыслом нашего спасения. Давайте, братья и сестры, мы обратимся в эпоху Старого Завета. Давайте визуально мы посмотрим на то служение, которое было установлено самим Богом еще на горе Синай, потом умножено и развито очень торжественным таким шествием во времена Давида и Соломона, когда было служение уже в храме. А устроено это служение было так. Был двор, это было скиния. Скиния – это, иначе говоря, общение, соединение. В книге Откровения мы читаем это скиния Бога с человеками. Итак, сама скиния имела в виду иметь общение. Эта скиния стояла вне стана. В эту скинию входили люди. Она имела особое определение для того, чтобы именно там Бог мог являться израильскому народу. Первое – Аарону и Моисею. Аарон и Моисей, выходя оттуда, несли Божье Слово всем двенадцати коленам Израиля. Как она была устроена? Был внешний двор, был внутренний двор. Далее было особое место. Это было святилище. Но и это святилище было разделено. В святилище стояло три важных предмета. Это стол, покрытый золотом, во времена уже храма. На этом столе стояли или лежали хлебы предложения. Также там была минора, то есть светильник, как знак освящения. И перед самой святое святых стоял особенный жертвенник, на котором никогда не приносились кровные жертвы. Это был жертвенник, на котором возжигался огонь и приносился фимиам два раза в день. Священник утром и вечером, возжигая этот огонь или сохраняя этот огонь, возжигал на нем особый состав трав, который Бог определил для того, чтобы совершалось. И все это было в благоухание приятное. Но выходя во внешний двор, мы находим первое. На пути к святилищу стоял жертвенник. Это был жертвенник особого назначения. На этом жертвеннике сжигалась жертва. Жертва за грех, жертва всесожжения. И вообще, необходимо помнить, в книге Левит, мы читаем 16 главу, что в Израиле было предусмотрено семь жертвоприношений. И эти жертвы были определены Господом, для того, чтобы эти жертвы совершались по определению Господнему каждый раз, или же систематически и периодически. Первая – это была жертва всесожжения. Вторая – это жертва хлебного приношения. Третья – это была жертва благодарности, или так называлась мирная жертва. Когда семья в Израиле, имея от Господа какое-то благословение, решали или желали принести в жертву Богу как мирный дар. Не за грех, не жертву повинности, а это было искренне от сердца, под вдохновением прославить Господа. Эта жертва была или имела особое название – жертва мирная. Дальше мы читаем и понимаем, что была жертва повинности, которую определял тоже Господь. Была жертва курения, о котором мы сказали перед самым святое святых. Это жертва приятного благоухания. Эта жертва соответствует сегодня нашему положению, когда, собравшись в собрание, мы славим Бога пением, молитвою, делами, поступками, в служении, или же даже, может быть, кого-то удостоит Господь прославить Его своей смертью. Это особая жертва, которая приносится Господу в благоухание приятное. И такие жертвы Бог желает принимать. Поэтому, когда мы собираемся в собрание, когда мы собираемся для молитвы или песнопения, очень важно помнить, Бог желает принять жертву славы и хвалы. Он не принимает ее от беззаконника. Написано в притче, что молитва беззаконника – мерзость перед Богом. Бог принимает жертву от своих детей, от спасенных, омытых кровью, запечатленных Духом Святым, от рожденных свыше, от тех, которые ожидают неба, от тех, которые живут свято и имеют чаяние, встретятся и увидятся однажды с Господом. Те, которые ищут Божьего лица, те, которые стучат, им будет отворено – это дети Божьи. Поэтому, собираясь всегда на любое собрание, очень важно, друзья, настроить свой внутренний орган, чтобы воздать Богу славу, поклониться Богу, прославить Его. Давайте мы подойдем с вами к первому жертвеннику во внешнем дворе. Священник, проходя в святилище, а во времена устройства храма, раз в год в святое святых, не мог пройти первый жертвенник. После жертвенника стояла умывальница или медное море. Потом, после этого, входил в святилище, в котором было три важных предмета. И только после этого, один раз в год, за завесу, в особом состоянии, предстоя перед Господом, за грехи израильского народа. И было условие, если Бог принимал, то священник не был поражен. И для того, чтобы войти туда, у священника была особая одежда, особое обличие. Это был длинный льняной хитон. На подоле этого платья или хитона были яблочки и позвонки. И когда священник делал шаг, это было означало, что он жив, не поразил его Господь. Когда священник выходил из этого святое святых, это было торжество для Израиля. Бог благоволит, Бог не прогневался, Бог еще и еще принял. Но в этом была особая, друзья, тайна, которую понятно, понятно или понять можно только лишь святым Божьим. Эта тайна скрыта от веков и родов. Эта тайна скрыта от людей за стенами о екклесии или церкви. Эта тайна не открыта людям, не знающим Господа. Эта тайна открыта простым, ищущим Бога. Итак, жертвенник, который стоял на пути к святилищу, друзья, нельзя было его пройти мимо. На нем приносилась жертва. Жертва всесожжения, жертва за грехи. Поэтому, друзья, чтобы нам с вами сегодня войти в самое святое святых, мы бы должны были принести прежде всего жертву. Второе, подойти к умывальнику. И всякий раз, когда священник омывал перед обрядом служения свои руки, в этой воде, в этом медном море он видел свое отображение, что является очень важным прототипом. анонимом или символом – это Божье Слово. Когда мы заглядываем в Божье Слово, оно омывает нас. Помните, что сказал однажды Христос ученикам? «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Итак, жертвенник, умывальник, а теперь святилище. В это святилище не могли войти впоследствии люди, которые не принадлежали к израильскому народу. До десятого поколения сын блудницы или из язычников. Они находились во внешнем дворе. Но во внутреннем дворе это были израильтяне. Они имели право войти туда. Они имели закон и положение. Но войти в самое святое святых – это был удел священника. И в этом особом месте, где светил светильник, были хлебы предложения, было нечто особенное, что отделяло еще святое святых. И за завесой находился ковчег. Ковчег покрывали херувимы. В этом ковчеге тоже было нечто особое. Это жезл Аарона Расцветший. Там находилась манна. В этом есть очень важный прообраз. Жезл Аарона состоял или был изготовлен из миндалевого дерева. В Израиле самым первым цветением встречалась весна цветом миндалевого дерева, что является прообразом, что в присутствии Божьем даже сухой посох расцветет. Не является ли, друзья, для нас с вами это важным прообразом того, что когда мы находимся в Божьем присутствии, мы можем приносить плод. Но никто не мог войти за завесу, и уж тем более мы с вами, люди, не принадлежащие к израильскому народу и не имеющие ни закон, ни основоположения. Наше место было бы, друзья, где-то там, во внешнем дворе, или же около храма. И войти в святое святых, пройти мимо жертвенника, мимо умывальницы, увидеть, как зажигается жертва на этом особом алтаре, где приносится Богу слава, и где священник возжигал приятные ароматы, мы бы никогда не смогли увидеть, если бы не осуществление Божьего замысла, который Бог определил от самого начала. А именно, когда человек, или Адам и Ева согрешили, написано в книге Бытие, что изгоняя их из Эдемского сада, и прежде чем Бог поставил Херувима с огненным мечом сторожить или беречь путь к дереву жизни, Он облег их в одежды кожаные. Итак, Бог одел Адама не в одежды, которые Адам захотел. У Адама были до этого уже одежды, одежды из смоковных листьев. Бога не удовлетворило то, что сделал себе Адам. Поэтому Бог сделал Адаму, прежде чем изгнать их одежды кожаной и Еви. В этом, друзья, есть очень важный намек на будущее. Я верю, что где-то в глубине Эдемского сада умерло ни в чем не виновное животное, которое одеждой или кожей своей покрыло стыд, беззаконие и наготу первых людей. Мы встречаемся с самым первым намеком о том, что Бог покроет беззаконие человечества и имел свой определенный план. Писание говорит Новый Завет, что в это желали проникнуть ангелы. Ту тайну, которая открыта нам, друзья, желали проникнуть ангелы. Друзья, Бог облег нас в одежды своей чистоты, ризы нашего беззакония, ризы нашей убогости снял Господь и облег нас в одежду праведности, чистоты и истины. И за это слава нашему Богу. Теперь уже не чужие, но свои. Апостол Петр говорит, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Но обратим внимание, когда священник приходил к этому жертвеннику и любой гражданин Израиля, израильтянин, понимая, что он согрешил перед Богом, имея осуждение в совести, он приносил жертву. Он приводил его к храму этого Агнца, и там священник и левиты заколали эту жертву. Смысл этой жертвы был таков. В этом жертвоприношении принимали участие трое. Сам приносящий жертву, священник заколающий, и сама жертва, которая, может быть, ни в чем не была, или не может быть, а точно, не виновата и не причастна. И когда священник перекладывал грех этого израильтянина, принесшего эту жертву, на это животное, это животное заколали, проливалась кровь и сжигалась. Таким образом, грех, сделанный израильтянином, перекладывался на животное, животное умирало, и грех как бы нейтрализовался. Он не изглаживался до конца, он покрывался до времени, о котором мы читаем в книге пророка Исаия. Он введен был, как овца на закланье. Что же это было? Разумеется, для живущих в Израиле, это очень немногозначимо было. Не до конца понимали, что происходит. Но я верю, друзья, что во славе неба, в сонме ангелов, среди славящих Бога, среди прославляющих имя Его в Вышнем городе Иерусалиме, среди поклоняющихся Богу, старцах, среди сонма святых, было ясно и понятно, что происходит на земле. На земле происходит битва, на земле происходит поединок. В этой битве не принимают участие ученики. От этой битвы отстранен Израиль. В этой битве нет священников, там нет рядом левитов. Он, Христос, Сын Божий, оставив славу неба, принял образ раба и по виду стал, как мы с вами сегодня, приняв на себе или понес на себе наше беззаконие, но не сделал никакого греха. Он перенял наш грех. И как священник перекладывал грех согрешившего на жертву, так и Бог переложил наше согрешение, позор, наше падение, наше беззаконие перекладывает на жертву, но не на жертву Агнца, а на сына своего Иисуса Христа. И написано, но Господу, 10 стих, 53 глава Исаия, было угодно поразить его. Вот эту тайну, друзья, сокрыл Господь от многих людей на земле. Он благоволил открыть ее не многозначущим, не очень мудрым, он благоволил открыть ее тем, которых он возлюбил, и которые возлюбили его. И так там, на горе, на Голгофе, в том страшном поединке, Бог принял участие в моем спасении. Любая жертва, любой завет, любой союз в эпоху Старого Завета заключался не сургучевой печатью, заключался пролитием крови. Поэтому, чтобы заключить нас в свой завет, чтобы привести нас в свой удел, чтобы спасти нас от грехов и беззаконий, нужно было пролить кровь. И наше место, то на том лобном месте, на Голгофе, было занято не священником, не левитом, не царем Израиля, это больше, сыном царя царей, Господом господствующих, тот, который от начала творения на земле пребывал и словом своим сотворил все живущее, тот, который обитал в недрах отца, он пошел на этот поединок, чтобы искупить нас от жертвы, чтобы искупить нас от проклятия и телом своим пригвоздить наши беззакония. Какое же в этом, друзья, теперь обетование? Слово Господне говорит, что в ранах его мы исцелились. Аллилуйя, слава нашему Богу! Самое большое исцеление, которое пережило все человечество, это исцеление от проказа грехам. Врачи могут исцелить или же могут оврачевать. Врачи могут, ну, как-то повлиять на здоровье людей больных, но на изнеможденного духом человека, на человека, страдающим духом, на человека, раненого духом, не мог повлиять никто на этой земле. Поэтому самое первое исцеление, которое произошло, это исцеление нашего духа. Это то, о чем мы говорили. Если грех ранит, если грех умершляет, то Слово Божье исцеляет и воскрешает. И пусть Богу нашему будет слава и хвала. Пусть в этом собрании Дух Святой повеет на нас, чтобы нам понять смысл смерти и страдания Иисуса, чтобы обетование Господне, обетование восхищения, обетование нового рождения, обетование вечной жизни, обетование постоянного пребывания со Христом для нас было не мифом, не легендой будущего, для нас стало явной реалью, к чему бы мы спешили, к чему бы мы искали и искали бы каждый день. Чтобы, друзья, наше Богопоклонение было бы, как пишет Петр, угодное Богопоклонение, чтобы в молитвах наших, в песнопении, в жизни, в делах, в служении или же даже в смерти прославлялся Тот, Который сошел с неба, взял на себя наше беззаконие и в ранах Которого мы исцелились. Пусть этому Богу, друзья, восторженным сердцем, вдохновленным духом будет слава и хвала, и мы, склоняясь, прославим Его. Аминь.